Погнали! Привет, друзья! В этом ролике разберем аккаунты Авито и посмотрим, какие же ошибки совершают многие продавцы и начинающие авитологи, начинающие продажники на этой площадке. В прошлом выпуске я говорила о том, что вы можете прислать мне любой совершенно Авито, свой аккаунт, трое друга соседа из-за комментариев. Я бесплатно разберу его. Хотела сделать в формате прямого эфира, но вот пришла к такому выводу, что нужно все-таки сделать, чтобы сохранился выпуск и вы могли пересмотреть. Так что обязательно смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь и мы начинаем. Чуть-чуть скажу о себе. Меня зовут Стасинка Екатерина, я основатель оптовой компании, которая занимается оптом с Турсы, преимущественно брендовой одежды, различные найки, адидасы и так далее. Также мы занимаемся кроссовками и сейчас можете прекрасно, кто на нас постоянно подписан в курсе новостей, есть на нашем канале. Мы сделали очень крутой бот, которым можно удобно смотреть наличие, остатки и так далее. Он все это запоминает и дает прям актуальную информацию, это очень удобно. Кто в теме, тот поймет, что контент уникальный, бот стоил много денег и теперь вы можете удобненько через него заказывать, если вы дропшиппер или если вы розничный клиент, ну и также оптом. Ссылка на наш канал будет в описании. Что ж, давайте разберем первый авито-аккаунт. Первый аккаунт, который мне прислали на разбор, выглядел вот таким образом. Автопрокат, который находится в Сочи, с вот такими прекраснейшими машинами и ноутбуками. Давайте пройдемся сначала по самому профилю и потом разберем, соответственно, объявление, посмотрим, что можно улучшить, доработать и так далее. Во-первых, что бросается прежде всего в глаза, это, конечно же, аватарка, которая явно скачена с интернета, просто модель машины. И лучше всего, конечно, переделать, сделать что-то более живое или поставить живую машину, например, фото как на обложке. Лучше, конечно, если это автопрокат, аккаунт, то прям несколько машин или весь автопарк. Зафотографировать, да, постараться заморочиться. Или же сделать какой-либо логотип. На самом деле, вопреки всеобщему мнению, логотип делается несложно. Вы можете сделать это самостоятельно. Очень удобно посмотреть просто референсы, какие есть в интернете. И удобненько сделать себе такой же аналогичный. Или заказать у дизайнера. Это тоже будет не сильно дорого, на самом деле. Ну, в районе 1000 рублей, возможно, вы дадите. Если же это будет уже профессионал, человек, который действительно разбирается в дизайне, то вы дадите побольше. Но я уверена, это будет того стоить, потому что логотип непосредственно влияет на продажи. Их увеличивает. Далее, автопрокат Сочи. Все отлично. Название, которое ищется. Можно, конечно, добавить еще название, если оно есть. Но это не обязательно. Далее. Документы проверены. Это классно, замечательно. Многие об этом забывают. Телефон подтвержден. Две продажи с авито-доставкой. Это тоже хорошо. Поскольку даже если это автопрокат, в любом случае лучше иметь вот такую вот сносочку продажи с авито-доставкой. Поскольку это добавляет вам лояльности в глазах клиента, видя, что ваш профиль действительно живой. И да, то, что с декабря 2019 года, это не всегда указывает на добропорядочность. Увы, к сожалению. Далее. 34 подписчика. Это тоже хорошо. Можно больше увеличивать. Соответственно, если 71 отзывов, то в целом конверсия хорошая. Но я рекомендую прям увеличивать число подписчиков. Это тоже напрямую влияет на продажи. Поскольку, когда у вас входит объявление, прежде всего это видят ваши подписчики. Все как в социальных сетях. Далее. Отзывы. 4 и 8. Я соглашусь, очень сложно иметь. 5 звезд, когда у тебя много отзывов. Это очень сложно. Однако, нужно стараться к 5 отзывам. И тут или стимулировать клиентов, чтобы они оставляли отзывы, попросить друзей, знакомых, родственников. Если вы уже исчерпали этот ремит, то заказать эти отзывы. Но, честно говоря, 4 и 8 хороший рейтинг. И, возможно, вам и не стоит заморачиваться. Дальше увеличивать уже органично продажи. Что я здесь могу порекомендовать? Конечно же, увеличивать вот эти плашки. Посмотрите, зайдите на сам Авито. Рекомендую. Могу тут очень много говорить, какие можно плашки получить. Но лучше всего почитать, что именно вы можете сделать в вашей категории и выбрать соответствующие плашки себе. Или это будет, допустим, благотворительность, или это другие различные, как вот этот эко-вклад. Да, косвенно это не влияет на продажу, но наличие множества вот этих сносок непосредственно влияет на, опять же, ваше доверие. Также здесь, если есть возможность у вас сделать подтверждение вашего бизнеса, если у вас есть ИП, самозанятый, то я рекомендую также подтвердить. И у вас будет здесь сноска, что продавец проверен, надежен и так далее. Что это такое? Он какую-то такую дает сноску. Прикреплю при монтаже вам сюда. Далее это, конечно же, описание, информация о компании. Очень классно. Есть фотография живая, действительно, как будто бы она живая. Ну, по крайней мере, так кажется. По описанию круто, что оно есть, потому что мало кто это делает. Многие об этом забывают, что тут так-то можно сделать описание, даже если у вас не подключен тариф для профессионалов. Однако у нас тут очень много символов и очень много текста, которые мы можем добавить, но текст здесь очень такой скупенький. Всё, чётко по факту. Что я бы добавила, чтобы действительно увеличила продажи? Это закрытие боли клиентов. То есть провизуализируйте на самом деле ситуацию. Вы ищите машину, автопрокат. В Сочи их 100%, я уверена, множество. Вы заходите на очередной автопрокат, и вам опять говорят про документы и так далее, что у них 20 автомобилей, им по факту вообще всё равно, сколько там у вас автомобилей. Ну, единственное, что да, можно выбрать, но как бы если это автопрокат, то априори есть из чего выбрать. Здесь проанализируйте вообще в целом, что болит у ваших клиентов. Посмотрите комментарии у конкурентов. Возможно, ваши конкуренты очень сильно излишне контролируют, когда дают машину, как-то, не знаю, названивают им. Ну, вы прекрасно, я думаю, сами знаете боли ваших клиентов. Расширьте этот диапазон и распишите, то есть действительно, чтобы человек полностью прогрузился ваш продукт. Расскажите больше о вашем бизнесе, что вы действительно с любовью относитесь к вашему делу. Тут я могу порекомендовать универсальную вот такую вот формулу АИДА. Это очень классная формула, по которой вы можете составить как о компании текст, так и для вашего товара. Посмотрите у конкурентов, соберите прям их описание куда-нибудь себе в табличку, посмотрите, чем они отличаются, посмотрите, чем вы можете отличиться. Расширьте. Действительно, казалось бы, мелочь, но так на коленке, когда накатал описание, но это чувствуется в действительности. А когда ты с душой подошел, расписал, человек сам погрузился в ваш бизнес, то он уже готов у вас купить, даже несмотря на то, что у конкурента дороже. То есть, резюмирую, я бы добавила еще описание, чуть больше бы расписала про ваш автопрокат, как вы относитесь к своему делу. И здесь задача продать именно компанию, вас как лицо, что человек, зайдя на ваш профиль, точно бы с уверенностью понял, да, вы профессионал, вам можно доверять, у вас крутые, надежные машины, вы за ними следите, они там не бывают в аварии, вы с любовью относитесь к своему делу, вы действительно вовлечены в процесс сдачи машины, да, так или иначе. Здесь задача продать именно вас, как профессионалов. И лучше всего это сделать простым копирайтингом. Можете дать копирайтеру, чтобы он составил продающие описания. Можете воспользоваться прекрасной структурой Аиды, почитайте про этот прекраснейший способ составления описаний продающих, и сделайте по другой же структуре. Вот, то есть, не просто перечислить, да, чем вы отличаетесь от конкурентов, а погрузить человека, сделать более распространенные предложения. И здесь вы также убьете второго зайца, это наличие у вас сейл. Да, 100% сейл больше всего влияет на объявление ваше. Но не стоит забывать, что человек также может искать вас по названию именно автопроката. И также можете добавить сюда непосредственно с сейл. Хотя, на самом деле, низкая вероятность, но это вам даст дополнительную все равно индексацию. Но непосредственно все-таки задача это погрузить человека в то, как вы решите, закройте его проблему. Если вы не знаете, как уникализироваться, как вообще составить свое УТП, да, уникальное торговое предложение, посмотрите на ваших конкурентов, посмотрите, что они предлагают, как они продают свой бизнес. И прям выпишите всех ваших конкурентов по Авито, выделите ключевое, выделите, чем вы можете, да, отличаетесь. И вот на этом отдайте эти тезисы, вот даже вот эти, которые вы писали, и к ним, чтобы вам копитрайтер или не рассеять, или вы сами напишите распространенные предложения, вначале добавив о вас, как о самом автопрокате, что вы относитесь там с любовью, забирать туда-туда-туда-то машину. Короче, на самом деле тут можно много чего придумать. Далее это аренда, прокат авто Сочи Адлер Шкода. Аренда, прокат авто Сочи Адлер. Класс. Возможно, еще стоит Красную Поляну добавить, но опять же, если человек пролетает, наверное, с аэропорта, да, берет машину, то навряд ли он будет писать с Красной Поляной. Хотя тоже возможно, попробуйте, вот, добавить Красную Поляну, потому что кто-то, возможно, оттуда будет искать машину. Это все там рядом, насколько я знаю. Звание ОК. Это ОК, соответственно. Далее у нас подробности с водителем и без. Минимальный срок аренды один день, депозит, размер депозита пять тысяч, возможно, выкупить авто, трансфер, поездку, цель аренды. Классно, не знаю, какие там еще есть цели, но их нужно здесь по максимуму добавлять, даже если у вас нет того или иного, вот, но нам нужно максимально расшириться на аудиторию, поэтому какие там есть цели, выбирайте все по максимуму. Вот, дополнительное, ну, тут уже опционально, как говорится, но лучше все равно добавить проще, чтобы человек пришел и уже здесь у вас в описании не прочитал, вот, нам это тоже также дополнительно хватаст. Описание аренда авто Сочи, описание рекомендую ставить или полностью ваше название, или, или уже делать по структуре аида attention, то есть как-то привлекать людей, поскольку первая строчка, она бросается наиболее в глаза, когда человек листает ваше объявление. Возможно, вы как-то броситесь в глаза скидкой, акцией, каким-то уникальным предложением, которое действует только сейчас, или в целом посмотрите, опять же, конкурентов и придумайте, как можно отличиться. Здесь на самом деле очень классно работают просто какие-то громкие заголовки, это не обязательно акция, скидка и все прочее, здесь также очень классно работают какие-то нестандартные вещи, что на наших машинах, там, лучший отдых. На самом деле очень сложно придумывать, потому что надо было, наверное, заранее просмотреть, придумать примерно, что сюда добавлять, но я так чисто импровизация сейчас села вам записать это все, вот, надо было, да, подумать, подумать заранее, но так, громкие заголовки, посмотрите, на какой-то сайт зайдите, пролистайте вниз, и там, не знаю, как с помощью пустырника вылечить геморрой, ну, короче, какие-то прям громкие заголовки, или также на ютубе работает, там, не знаю, мать героиня, там, не знаю, с миллионом детей, вот, и это цепляет внимание, люди переходят, смотрят этот ролик. Здесь ситуация аналогичная, вот, но тут как бы не пишите мать героиня, а напишите что-то про автомобиль, что-то необычное должно быть, я думаю, пример, вы поняли. Мы, кстати, не посмотрели фотографии, а фотографии здесь на самом деле первая, очень крутая, вот, собственно, то, про что я говорила, это то, что вас выделяет среди других людей, не знаем, скачана ли она с интернета или сделана самостоятельно, но я вот рекомендую по примеру сделать аналогично такой же. Очень классный пример, что действительно такой попался, чтобы вам наглядно показать, как это работает, и это реально вас отличает от конкурентов, пробивает баннерную слепоту людей на различную рекламу и на ваших конкурентов. Единственное, что видно, что все фотографии остальные просто скачаны с интернета. Я рекомендую прям заморочиться, провести фотосессию и сделать, допустим, не знаю, фоток 4-5 черной машины с разных сторон, с разных ракурсов, показать, что на реально хорошем состоянии именно живые фотографии, потому что, ну, видно, я думаю, даже вам, что они скачаны, скорее всего, с интернет. Ну, вот это вот вопрос, а вот эти вот, ну, точно, скорее всего, вот это вот точно. И вот это, скорее всего, тоже. Ну, по крайней мере, они в разной стилистике, если бы они не были скачаны с интернета, просто была бы хорошая фотосессия, то они бы, скорее всего, все были в одном стиле, а здесь они в разном стиле. Ну, это в целом видно, да, по композиции, напишите, видно ли вам, но мне прям бросается в глаза, сто процентов могу даже не спрашивать человека, чей это профиль. Далее, да, это добавить фотографии, потому что их мало. Почему это важно? Давайте проговорю. Авито смотрит, сколько ваши потенциальные клиенты прибывают на вашей странице и на вашем объявлении, на объявлении особенно, и затекает это время. Вот я сейчас долго его листаю, и Авито будет понимать, что ваше объявление интересным. И чем больше людей будет так вот листать фотографии, смотреть, если вы еще сюда видос добавите, вообще замечательно. И сколько вы читаете описание, долго ли. И также он отсекает поведенческие факторы, как много людей пишет, показать телефон, написать сообщение, звонит, действительно совершает какие-то действия. Он считает эту конверсию, и чем она у вас выше, и лучше, тем больше он вас рекомендует другим людям. Соответственно, мы добавляем больше фотоконтента, делаем его живым, заморачиваемся, нанимаем-ка у него тирилус-мейкера-видеографа. Далее это описание. Я рекомендую сделать как-то его более структурным, действительно, что ли, потому что в нашем автопарке более 30 автомобилей. Вот это то, что на самом-то деле должно было быть в описании профиля. А там просто 30 автомобилей было, что-то такое написано. Автомобили комфорт-класса, это то, что должно было там вообще-то в профиле быть написано. Цена договорная, зависит от количества суток. Хочется конкретики, как арендовать, что делать, вот прямо пошагово, дайте инструкцию людям, куда нажать, куда тыкнуть, counter-way, counter-c, просто пишите сообщения, там, не знаю, будет скидка, вот пишите такие-то мне данные, я всё за вас сделаю, вот просто нужны то-то, то-то, то-то. Прям конкретики, короче, хочется, потому что там, ну, есть условия, да, понятное дело. Это тоже важно, как раз-таки то, что тоже в самом профиле просится. Ну, здесь вот, во-первых, с разной строки начните, чтобы людям более удобно, комфортно было читать. Позаботьтесь о их удобстве, прежде всего, чтения, позаботьтесь, чтобы они минимальной энергии затрагивали на то, чтобы у вас арендовать машину. Хочется больше, на самом деле, узнать, здесь ничего совершенно непонятно, неоткуда забирать, и так далее. Зато ключевиков здесь постарались добавить на максимум. Вот, но так не работает, лучше вот это всё прокатов, то арендов, то просто само описание, вот этот вот костяк сделать более обширным, более водянистым, больше воды добавить, и туда добавить вот эти ключевики. Потому что вот это, ну, просто как хлам в глазах Авито, и человек это не читает, и просто, ну, чтобы было. На самом деле, вот это вот вообще вряд ли человек будет читать, он тут посмотрит, так, цена договорная, условия аренды, и всё остальное, просто у него бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И опять же просится какой-нибудь оффер, чтобы человек добавил как-то в избранное, чтобы написал вам сообщение, сделать какую-нибудь ему скидку, предложение. Допустим, добавляйте в избранное, у нас сейчас планируется повышение цен, и всем, кто добавит в избранное или напишет сообщение, за вами зафиксируется старая цена. Вот. Или там, пишите сообщение, мы опять же этим накручиваем поведенческие факторы, и мотивируем человека к оплате. И у него не теряется переписка с вами, а если вы ещё и отвечаете быстро, кстати говоря, мы когда смотрели профиль, я уже посмотрела, что отвечает быстро, и это действительно круто. Вот. Чем быстрее вы будете отвечать, тем быстрее вас будут покупать, потому что пока вы будете отвечать, человек уже уйдёт к конкуренту, и кто быстрее ему ответит, тому он и пойдёт. Вот. Если там не супер-пупер низкая цена, и человек не супер-пупер гонится за низкой ценой, тогда, возможно, будет ждать. Вот. Аренда прокат следующая машина. Вот. Здесь сразу видно, что живая фотография. Классно. Аэропорт. Адлер вообще продаёт. Класс. Вот. Классная тоже фотография. Всё остальное тоже как будто бы скачанное с интернетом. И мало фотографий, хочется больше видеофото. И так далее. Классно. Тут стоит другая геолокация, в отличие от того объявления. Это очень хорошо, чтобы у вас не все объявления на одну локацию стояли, а на разные. Это важно при моспостинге. Вот. Тут уже видится структура, видна структура. Видите, чем отличается то, о чём я вам говорила на прошлом объявлении. Тут уже всё понятно, структурно, есть действительно больше подробностей. И да, вам может показаться действительно, что вы напишите меньше текста, и вам человек напишет сообщение, просто чтобы узнать подробности, вы там уже будете его закрывать на оплату, но это не так. Лучше дайте побольше реальной информации в описании, и просто ведите целевых людей, но просто грамотно давайте им оффер. То есть, продавать вот здесь вот нужно в описании, очень круто, а в сообщениях, в звонке уже допродавать. Здесь, соответственно, вот опять же ключевики, которые лучше вставить в середину текста. Ну, и вот тут вот роза хутор, и вот здесь вот тоже роза хутор. Ну, то есть, бессмысленно эти ключевики опять вставлять. Совершенно лучше добавить здесь вот аренда по таким-то, таким-то, таким-то городам. Вот как тут вот. Ну, как бы просто бессмысленно это делать, эти ключевики вставлять туда в конец куда-то. Это кто-то вот так делает, теги в конце вставляет, все смотрят друг у друга и копируют. Тут опять же только две фотографии. Тут уже, да, структурно, и все, и дальше опять сплошняком, что совершенно не будут читать люди. А тут вообще продается машина. Ну, мы не продаем же машину, мы ее в аренду продаем, мы продаем услугу аренды. Зачем людям вообще смотреть про машину, они могут в интернете это почитать. Можете лучше написать, что помогаем с подбором авто, или можете на месте уже определиться с машиной, какая вам больше нравится, и ту взять. Это классно, тоже вас будет уникализировать, и вам не нужно будет вот это непонятно, что продавать, что вряд ли человек вообще совершенно 100% не будет читать, просто пролистнет, или либо напишет, либо не напишет. Вот, и в конце есть почасовая аренда. Ну, и ноутбуки я не буду разбирать, потому что как будто бы уже другая ниша, но рекомендую, если у вас автор прокат в Сочи, то не продавать здесь ноутбуки, ну, это странно, как минимум, прикиньте, человек заходит за машинами, у вас тут ноутбуки и машины, ну, это странно. Лучше создайте, сейчас на авито появилась функция, можно сделать несколько вот так вот аккаунтов, видите, у меня тут несколько профилей, вот, и, собственно, к одному номеру телефона вот два профиля привязанных, и вы так вот просто отделяете на одном одни услуги, на другом другие. Ну, очень удобно, на одном вы товары продаете, на другом услуги, например. Дальше у нас вот такой замечательный профиль, это сдача квартир. Давайте сначала профиль опять же разберем. Профиль у нас тут фотография, очень хорошо, это как личный уже аккаунт, альтернатива тому. Отзывов очень мало, я рекомендую прям еще добавить отзывы, фотография, круто, что она, соответственно, есть, хорошо, тоже опять же продает. Старый аккаунт, что тоже хорошо, нет подписок, ну, такой молоденький профиль, но зато есть четыре подписчика. Что рекомендую? Рекомендую накрутить отзывы. Предвижу вопросы по поводу отзывов. Ребята, есть, замечательные продвижения, на авито занимаются, у них можно очень классно, круто купить, приобрести отзывы, вот, приобрести, также у них можно поведенческие, как раз таки, вот эти факторы, то есть, люди, которые будут переходить на ваше объявление, добавлять в избранное и вам писать, и тем самым повышать охват популярность вашего объявления. Это очень круто работает на старте, когда вы только запустили объявление, и если у вас уже есть отзывы, то есть, это как бустер работает, вот как вы покупаете рекламу на старте, только намного еще круче работает. Дальше у ребят можно взять услуги авитолога или обучиться на авитолога, что очень круто, потому что авито сейчас очень развивающаяся динамичная площадка, я думаю, вы сами это прекрасно замечаете, что авито уже не по дням, а по часам выкатывает различные обновления, и в эру маркетплейсов авито, я более чем уверена, что сейчас будут делать один в один, как топовый маркетплейс, в Албре, сазон и так далее. Поэтому, если хотите зарабатывать на своих услугах, то обращайтесь смело к ребятам, которые обучают на такую прекрасную профессию, и делают это с любовью, от души, знаю ребят, которые лично проходили обучение, и очень довольны результатом, зарабатывают, поэтому пишите смело, я ссылку оставлю в описании по поводу удаления отзывов, по поводу аккаунтов, которые вы можете приобрести, нормальные, хорошие аккаунты, если у вас вдруг что-то заблокировали, так далее, и аренду аккаунтов, все это, можете обратиться к ним, и также здесь просто максимально много у них информации на канале, я просто рекомендую подписаться, просто чтобы получать информацию, просто чтобы быть в курсе новостей Авито, вот, например, значок надежный продавец, как выглядит, как его получить, и есть материал, очень полезный, бесплатный, который можете читать, познавать свои, повышать свои знания, и также периодически ребята проводят разборы, очень интересные, крутые, где также можете получить разбор своего Авито-аккаунта, как это сейчас сделаю я, поэтому смело подписывайтесь, ссылочка, как уже говорила, в описании будет, все, теперь погнали снова по аккаунту, что у нас здесь есть, у нас здесь и пуховики, и шубы, и костюм, и двухкомнатная квартира, честно говоря, это такой просто начинающий аккаунт, который просто продается всякие бул вещи, и продаются квартиры, поэтому я не буду особо говорить, как его оформить, как сделать из него конфетку, потому что здесь явно видно, что человек не зарабатывает именно профессионально на нем, и нет, скорее всего, такой цели, но, как мне написал человек, есть цель просто базовая, как я думаю, многие из вас стремятся просто продавать свои вещи путь, чтобы они действительно продавались, расхламление какое-то делать, да просто всякий бул хлам у себя дома, у родителей продавать, тоже, кстати, достойная цель и мотивация, потому что на этом очень многие ребята хорошенько зарабатывают, давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы это все хорошенько продать, во-первых, пуховик, всего две фотографии, как уже говорила, они те же ошибки, хочется посмотреть подкладку, хочется посмотреть мех поближе, хочется посмотреть эту куртку на какой-нибудь модели, даже если это будет не модель, а ваша мама, бабушка, сестра, жена и так далее, вот, и хочется различные бирки посмотреть, как они стерлись, не затерлись, поближе прям, посмотреть саму ткань, что это вообще за ткань, что, вот непонятно, это кожа, или это что, что это за материал, Есть различные категории людей, это аудиалы, визуалы, киностетики, кому-то нужно прям посмотреть видео, и для них это действительно важно. Кто-то визуал, он на картинку покупается, кто-то киностетик, ему нужно именно в мельчайших деталях посмотреть, как эта ткань будет выглядеть, потому что для них важно именно как она на ощупь будет смотреться. Они прям по ткани выбирают, по вот этим мельчайшим деталям, ниточкам, крою, и поэтому нужно добавить в этом прям такую макросъемку, какую-нибудь прям детали и прям ткани. Это важно, это действительно улучшит продажи, добавить больше фотографий. Ну и, соответственно, описания, никаких ключевиков, вообще речи нет. Как вы помните, мы смотрели по Сочи услуги проката, там было действительно расписано. Если вы думаете, что куртку нельзя было так же расписать, все прям по крестикам, галочкам, пунктам, то вы далеко ошибаетесь. Просто берете, находите в интернете на комнате Яндекс.Маркете, да, скорее где-нибудь там, или на Ламоде какой-нибудь, продажу каких-нибудь вещей, и смотрите, как, по примеру, они делают описание. Что они делают? Они расписывают преимущества этой одежды, они расписывают минусы, плюсы, ну, конечно же, больше плюсов расписывают. И рассказывают, почему продают, какого размера вещь, тут совершенно непонятно. Если вы думаете, что человек будет вот тут смотреть размер 54Х и XL, то нет, конечно, нам нужно это все в описании тоже поместить. Плюс это ключевик, который также нужно добавить. Искусственный мех, натуральный мех, можно добавить, что где натуральный мех, где искусственный мех, что на воротнике у нас натуральный мех, что внутри искусственный мех, что у нас материал, это кожа, не кожа и так далее. Распишите прям попунктно, найдите куртку, похожую у конкурентов, или просто обычную куртку, посмотрите, как они делают, напишите, как доставляете, скажите, что отправите куда угодно, хоть на луну авито доставкой, но самовывоз вот в таком-то-таком-то городе, добавьте какое-нибудь спецпредложение, почему продаете, скажите, что куртка офигенная, ну просто потолстела, ребят, ну не обессудьте, просто даром отдаю, просто потому что худеть не хочу, или наоборот, скажите, что похудела, ну и просто вот чисто физически, ну не хочется толстеть опять, чтобы в нее влазить, но куртка офигенная, надевала пару раз, все, продано, ну действительно, подумайте, расширьте вот это все описание, вам это поможет и показываться больше в поиске, потому что, скорее всего, вид просто даже не понимает, куда вообще рекомендовать, вы только по одному ключевику, пуховику показываетесь женскому или по двум, и все, скорее всего, а можно попасть еще в другие поисковые запросы, и все, и будет вам счастье, будет вам больше охвата и так далее, вот, 112 просмотров, ну соответственно, здесь ни текст не продает, ничего не продает, ни фото не продают, ни видео, ничего, вот, лайфхаки, ребята, как продавать бы вещи, реально заморачиваться над описанием, над фотографиями, даже если они домашние, причем я не говорю, что фотографии-то плохие, просто хочется еще чуть больше фотографий различных, аналогично, причина не нужна, почему не нужна, хорошая же шуба, почему продаете, почему не нужна, ну короче, я думаю, вы поняли смысл, в профиле есть другие шубы того же размера, да напишите, что похудели, даже если это, не знаю, не так, даже если так, почему не нужна, почему моды сменилась, стиль у вас сменился, что, напишите, что поменялся у вас вкус, все, уже не резонирует, одевали пару раз, то же самое с квартирой, ну тут уже побольше, кстати, фотографий, но прям хочется какое-нибудь еще видео, вот, скажите, что квартир, о господи, у меня, прикиньте, телевизор сам включился, интересно, конечно, давайте продолжим после рекламной паузы Дальше у нас, что тут, собственник, сдам, вот это очень важно, напишите прям собственник, я, прям несколько раз напишите, я собственник, ребята, риэлторы, не пишите, потому что даже если пишут собственник, это еще не значит, что собственник, а возможно риэлтор, вообще, на самом деле, рынок недвижимости, конечно, очень интересен, я более чем уверена, что ему даже звонили, спрашивали, а вы точно собственник? Вначале лучше писать какой-нибудь, что-то, что привлечет внимание людей, вот как я уже рассказывала, далее, расскажите про квартиру, ваша задача продать квартиру, не то, что в ней есть, это круто, что в ней это все есть, но скажите, что квартира прекрасная, в прекрасном микрорайоне, все у нее, там, крутая квартира, сам жил очень долго, просто сейчас уехал, не знаю, жить на юг, что-то еще есть, рядом вся инфраструктура во дворе, этаж второй, быстро спускаться, лифт есть, не знаю, есть пандусы, все есть, вот, ну, короче, распишите с точки зрения выгод, посмотрите, как конкуренты продают квартиру, можно 100% добавить, еще много, много всего сюда в описании, и в конце добавьте какой-нибудь оффер, что это может быть опять, там, пишите в сообщение, бронируйте за собой цену, вот, также здесь нет про залога никакой информации, да, можно расписать больше, и опять же, ваша задача продать, и сделать это в красивой обертке, поэтому подумайте, да, это нужно пофантазировать, но оно того, я вас уверяю, стоит, вот здесь непонятно, какого цвета вещь, и опять же, хочется больше, а не три фотки, хочется намного больше фотографий на кровати, ну, ладно, как бы, окей, на самом деле, если ты просто продаешь свои вещи, это нормально, но хочется прям, как будто бы дневной свет хороший, потому что вот это что, это зеленый, синий, что это за цвет, а цвет зеленый, если честно, я думала сначала, что синий или серый, ну, ладно, далее, аналогично продается костюм Хьюга, ну, это понятно, что костюм Хьюга продается, но сделайте акцент, что костюм, там, оригинал, видно, что на нем бирка висит, фарфэч, как будто бы, если это не оригинал, то скажите, что хороший, хорошая, ну, копию лучше не писать, в хорошем качестве одевал пару раз, костюм крутой, не надеваю, потому что, не знаю, опять же, почему вы продаете, по всем вопросам ЛС, ну, короче, очень многие так пишут, что, типа, просто, чтобы сдавали в личные сообщения, так, не работает, ребята, не работает так, нужно максимально добавлять все в описании, и уже просто, чтобы завлекать людей, писать какой-нибудь оффер, ну, реально крутой оффер, первому написавшему скидку, не знаю, минус 500 рублей, очень быстро продадите, просто поставьте сумму еще чуть-чуть выше, и все, вот, если, ну, не хотите сильно, или там, ну, не знаю, можно много чего придумать, ну, опять же, ребят, могу вам здесь какие-нибудь такие идеи для офферов поместить, например, вот, забирайте, мне жалко. Больше, больше ключевиков, больше описания, можете просто забить в нейросеть, в чат GPT, и все, и просто чуть-чуть отредактировать. Все, ребята, на этом у меня все, я думаю, в следующий раз разберем более такие крупные блоги, каналы, как это правильно сказать, странички Авито, на которых уже видно, что профессиональные люди продают, но тоже было интересно на БУ примерах посмотреть, и также я, наверное, заранее просмотрю, вот, и прям выпишу конкретные вещи, которые можно туда вставить, потому что так, ну, с импровизацией, сами понимаете, очень сложно что-либо придумать, вот, но я надеюсь очень сильно, что понятно объяснила, что было что-то полезное, действительно. Пишите, как вам понравилось, и давайте опять запустим тот же самый конкурс, оставляйте комментарии под этим выпуском, пишите мне в Нельзяграм Инстаграм, подписывайтесь там, обязательно это условие, и пишите мне в личное сообщение, скидывайте свой Авито, пишите, что на разбор, и я вас обязательно разберу, вот так вот подготовлюсь чуть-чуть заранее, и все. Всем успехов, удачи, хороших продаж на Авито, и, конечно же, подписывайтесь.